всем привет а вы на канале просто техника сейчас большой бум продаж игровых приставок нового поколения playstation 5 и xbox series x и свободном доступе их не так легко и найти в основном только по предзаказу и пока люди ждут свои приставки много вопросов сыпется какой же телевизор купить к такого рода приставка и когда я рекомендую допустим samsung q80t либо sony который идет xh 90 то есть вот что-то из этих это очень оптимальный выбор и мне часто пишут по вот этой модели которая очень сильно обсуждаем в интернете и так там есть наличие я решил для вас снять эта модель 55 на на 866 почему пишут об этом телевизоре так много но первое конечно же это цена всем конечно же хочется подешевле и есть как и плюсы так и минусы основные два параметра почему именно эту модель все смотрят это hdmi 2.1 и 120 герц именно эти два параметра нужны для приставок нового поколения еще конечно же маркетинг такой как на насел многие говорят ну здесь же на насел квантовой точки но еще приятным условием является вот такой пульт указка то есть пульт голосом указка вообще добавляет фишки особенно все это вместе то есть 120 герц hdmi 2.1 на насел пульт указка и цена и ноги ряд вау зачем платить дороже вот же все есть и поэтому в этом ролике я попытаюсь вам показать без маркетинга основные выгоды покупки этого телевизора ну конечно же мы поговорим о минусах какие будут минусы у этой модели языком выгод как будет у вас дома и так вы на канале просто техника поехали итак давайте начнем с дизайна телевизор тонкий почему тонкий потому что у этой модели используется боковая подсветка если бы была задняя подсветка он бы был толще основная особенность этого телевизора большинство конкурентов этой цене это ножка здесь она идет посредине потому что у большинства телевизоров в этой цене чаще используются ножки по бокам и у тех у кого проблемы куда поставить телевизор скорее всего с этой моделью таких проблем не будет так как ножка посредине и даже на маленькую тумбочку такие телевизоры становятся спереди рамки нет и поэтому если телевизор выключен смотрится как однородное стекло в целом дизайн за эту цену очень красивый современный и по материалам сделан довольно таки качественно и так ребят что у нас по разъемам как и писали здесь идет разъем hdmi версии 2.1 и один их целых два находятся они на задней части вот они три разъема юсби все идут версии 2.0 есть тюнера спутниковый цифровой и два аудио выхода оптический и 35 ну и конечно же разъем под интернет то есть у этого телевизора идет два hdmi версии 2.1 один подписан rc которые передают звук так ребят что мы знаем об этом телевизоре конечно же если мы зайдем на сайт lg и начнем листать все эти красивые брошюрки там много чего написано за чистый свет самое интересное когда вот такие картинки красивые смотрите как было и как стало даже бюджетных телевизоров все очень красиво но что по факту что мы знаем об этом телевизоре что у этого телевизора как пишут матрица идет 10 бит а так как мы знаем что сейчас тот же samsung даже в девятой серии на квантовых точках 8 бит фрси то есть у нас стал только 10 бит 8к на айфоне смотрится вроде как прикольно второе что мы знаем что здесь идет 120 герц hdmi 2.1 и nanocell nanocell это ips матрица то есть это просто ips матрица просто качественная с хорошим светофильтром так примеру samsung который пишет что там идет key led это означает что это просто вам адреса тоже с премиальным светофильтром который идет там на квантовых точках как они пишут но технология используется в а здесь используется ips что это значит а это значит хороший угол обзора и плохой черный вечером что мы проверим то есть все этот маркетинг мы можем проверить что мы можем проверить цвет угол обзора качество цвета плавность движения и засветы что мы сделаем итак давайте начнем с яркости контрастности начала включим hdmi ролик твор 1 и потом включим что-то попроще повторюсь в этом телевизоре идет боковая подсветка используя ips матрица и как по мне яркости чуть-чуть не хватает на пиковых сценах пишут что там чуть ли не 500 кандел но на обычных где-то ощущается в районе 350 то есть иногда бывает на сценах некоторых нехватка яркости в целом на родных hdmi роликах показывают достойно но повторюсь если бы была другая матрица другая подсветка то есть выше сериях более дорогих яркости там будет чуть больше моему зрению чуть не хватает но опять же за эти деньги показывают неплохо hdr его родной ролик отрабатывают очень достойно и так как видите подсветка стоит на сто процентов то есть на максимуме и скажу опять же что на обычных роликах как по мне мне яркости чуть не хватает этот тест на планность мы чуть позже к нему перейдем я почему специально включил там где было лицо крупным планом чтобы вам показать что на этом ролике яркости чуть-чуть не хватает цвета приятные глазу то есть выглядят естественно но для тех людей которые любят телевизор поярче скажу честно мне этой яркости не хватает в этой модели по цвету цвет приятный откалиброван довольно таки неплохо итак давайте начнем тестом начнем тест на плавность это тест снайпер самый правильный в чем правильный в том что у вас получается камера идет и слева направо сверху вниз и по диагонали то есть вы видите как отрабатывают процессор и частота матрицы то есть как отрабатывать уплавнялка телевизора и так как написал мне один из подписчиков нужно в разрешениях поставить 480 потому что при 480 получается 24 кадра в секунду а при разрешении hd и выше может включиться 60 fps поэтому чтобы наверняка проверить мы включим вот так то есть мы качеством меньше мы посмотрим настройки итак еще такой тест японка на веревке давайте проверим ее 60 fps я тоже включу специально меньше то есть мы включим 480 чтобы проверить 24 кадра они 60 ну небольшие все шлейфы есть то есть не могу сказать что она прям мягкая мягкая то есть все таки опять же видите цена это бюджетный телевизор все равно для этой цены и тех характеристик которые заявлены опять же либо нельзя тестировать ролики на плавность youtube а может жесткого диска но все туба допустим мне чуть не хватает мягкости то есть она сама чуть чуть небольшие шлейфы есть не дикий как у китайских бюджетных телевизоров но они есть и так давайте еще проверим на однородность подсветки давайте с помощью фотоаппарата попробуем это сделать сейчас 200 100 ну в принципе он скажу по белому белый относительно однородный каких-то там темных пятен глаза не бросается то есть скажу так смотрится неплохо но чаще всего будет проблема и именно на черном вот на черном и при выключенном свете у такого рода телевизоров будут проблемы и сейчас мы это проверим и так ребят что у нас по засветам на видите даже мышку виду и у вас видно как вот мышку подсвечивает почему так вот сейчас надо будет лучше видно с учить увеличила фотоаппарате почему так потому что в настройках у этого телевизора включена такая функция локальное затемнение и мы сейчас выключим и будет конечно же чуть получше заходим в настройки но если вдруг купите или хотите купить действительно по засветам много на форумах пишут про эту модель с боковой подсветкой заходим и видите локально уменьшить подсветку выключим и когда выключил видите все стороны стало однородным когда обратно включу получается вот так тут уже сами выбирайте что он больше нравится то есть вот такой однородной серый как вы видите как принципе в IPS матрицах чаще либо включите будет тогда вот такой неоднородный то есть повторюсь вот видите я мышку виду за ней прям подсвечивает матрицу в принципе можно выключить и вот так однородная серым показывают все IPS матрица то есть принципе ребят как и все IPS матрицы этот телевизор не черный и не такой контрастный если выключить свет поэтому если вы любите играть вечером если любите смотреть вечером то вы получаете не идеально черный и не идеально контрастные цвета как это было бы на в матрицах либо OLED телевизор и так что у нас по смартам здесь идет фирменная оболочка ВБС в чем особенность такой оболочки как у самсунга вы ограничены фирменным магазином приложений то есть вы заходите в магазин приложений LG Store и наслаждаетесь тем чем он предлагает наслаждаться LG поэтому многие пользователи особенно в СНГ в России в Украине и Беларуси любят покупать Android приставки потому что многим этим приложениями не пользуются и так что вы можете сделать большинство если хотят устанавливать сторонние приложения которые много в интернете используют либо смену DNS либо второй вариант можно установить такую штуку media station x и там тоже есть инструкция если интересно разбейте как с помощью вот этой программы устанавливать сторонние приложения без смены DNS потому что некоторые провайдеры блокируют смену DNS то есть если вы выбираете операционку LG то вы должны знать что вы будете ограничены их магазином приложений что касается браузера мне очень нравится так как здесь пульт указка если вы любите и будете пользоваться браузером то в LG пользоваться браузером очень и очень удобно также у этого телевизора есть кнопка голос какая погода в Донецке погода в Донецк откроем музыку хорошо я переключусь на приложение музыка даже такие штуки есть ну то есть принципе голос честно мне больше нравится как реализован чем кстати в телевизорах Samsung но не так круто как на Android TV но в принципе думаю многим придется по душе голосовые команды потому что функций принципе немало давайте проверим звук музыка без авторских прав ну пусть будет этот что можно сказать на на сто процентов конечно вам будет наверное некомфортно басов конечно же не хватает здесь сабвуфера нет но в целом звук достойный опять же все упирается в цену за эту цену звук я скажу так в лидерах потому что за эту цену сабвуферы практически не ставят в телевизорах но очень нравится как у Samsung и LG идет сопряжение с телефонами даже иногда больше чем нравится в Android заходите сюда видите появляется повтор экрана выбираете допустим вот он LG видите он говорит введите код я ввожу такой же код на своем телефоне 1813 нажимаю ok то есть все нажал ok и как видите полностью появился мой смартфон на экране телевизора если открывать какие-то фото или видео то он полностью в принципе его откроет то есть можно так вот перевернуть и он полностью покажет фото или видео ну что ребят тесты вы видели что хочу вам в этом ролике показать что при том что пишут что матрица 10 бит но скажу честно при этой яркости вы не почувствуете эти 10 бит потому что 10 бит да это 1 миллиард оттенков но при этой яркости днем мне не хватает их то есть я не могу их почувствовать потому что мне просто не хватает яркости в каких-то сценах в hdr отрабатывают неплохо но опять же hdr контента очень и очень мало основные моменты основные моменты хороший угол обзора так как здесь стоит IPS матрица основные моменты в принципе опять же за эту цену яркость неплохая потому что мало кто за эту цену вам даст хорошую яркость при правильной передаче цвета потому что китайцы любят навалить яркость но при этом цвета портятся здесь цвета за свою цену хорошие по звуку звук неплохой операционная система надежная стабильная но как и у самсунга лет так через пять-шесть вас все равно отключат то есть в принципе поддержка будет где-то года два обновления и лет 5-6-7 вам дадут попользоваться потом просто отключаются сервисы такие как youtube и остальные сервисы в принципе эта практика показывала что было с телевизорами 2012-2011 года там просто отключили youtube и магазин приложений по факту все вы уже остались просто с телевизором с лагающим бесполезным смартом что дело таких случаях люди конечно покупают смарт приставки и в принципе проблема решена ну либо из деньги покупают новый телевизор по остальным параметрам к сожалению не было приставки в наличии поэтому проверить 4к 120 fps не получится в принципе телевизор сбалансированы за эту цену конкурентов очень и очень мало тут вы должны понимать что либо вы должны добавлять либо должны мириться с недостатками такими как нехватка яркости засветы и не такая уплавнял как как допустим с веи матрицы потому что опять же на youtube роликах мне чуть ее не хватило может быть конечно надо будет чуть попозже найти какой-то ролик и тестировать слэшки может быть будет разница другая но не знаю то есть если есть на такие которые хотят посоветовать как проверить вот в идеале чтобы на сто процентов знать правильно я делаю или нет в плане уплавнялки напишите мне либо скиньте ссылку обязательно проверю будет ли разница допустим с ютубом либо с тем роликом который вы скинули спасибо что посмотрели этот ролик выводы делайте сами попытался максимально передать языком выгод что вы получите при покупке данной модели подписывайтесь пока пока